Мы уже в эфире, так, это у нас инстаграм, сейчас мы немножко раньше вышли для того, чтобы собрались все-все-все желающие узнать что-то новенькое, так, ага, я как-то, как-то получилось что, что только я, так, все, круто, уже кто-то добавился, привет, привет, привет. Привет, друзья, подключается, дайте, пожалуйста, обратную связь, кто уже с нами, как нас слышно, как видно, так, давай еще чуть-чуть, круто, много-много людей, так, прикольно. Друзья, еще раз поставьте, пожалуйста, плюсик, если нас хорошо видно, привет, если нас хорошо слышно, чтобы мы понимали обратную связь, это невероятно важно, чтобы мы не сами для себя здесь вещаем, а мы с вами в диалоге, отлично слышно и видно, супер, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Так, ну, учитывая, что у нас было заявлено начало в 30 минут, а уже 30 минут, сейчас последнее подготовительное. Мы немножко нарежем в диалоге, а сейчас мышное видео, чтобы мы тоже себя видели. Так, супер, класс, 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 погнали. Итак, еще раз всем привет, спасибо всем, кто пунктуален, кто уже с нами. Сегодня у нас прямой эфир на очень животрепещущую тему, и на самом деле я ждал его целую неделю, потому что эта тема волнует, я убежден, каждого, а если вы сегодня здесь, то однозначно она соприкасается с вами. Наша тема сегодня, как за последний месяц года успеть больше, чем за весь 2019 год. И мы находимся сейчас в самом сердце школы актерского мастерства Splash. Если кто-то не знает, это школа, где мы обучаем людей разных профессий, разного возраста, разного жизненного опыта, навыкам актерского и ораторского мастерства. Сегодня мы будем беседовать с невероятной Ириной Полешевой, эксперту в этой теме. Ир, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, о своем опыте и почему нам нужно слушать от тебя рекомендации и техники, как за последний месяц улучшить, сделать, успеть все, что они сделали за этот год. Ну, первое, слушать меня нужно, потому что Ира всегда права. Вот, спасибо огромное за напитки, которые пью, тепленькие горлом, прогреваю. Вот, почему, да, и ты, и это не чай, да? Почему я, почему в этой теме действительно мне очень нравится работать и почему я считаю, что меня слушать стоит, потому что я эксперт в этом, да? Так сложилось в моей жизни, что я, имея режиссерское образование и актерский опыт, попала больше, чем на 10 лет в бизнес, где мне пришлось стать великим достигатором больших целей, и они были достигнуты. И когда я какое-то время думала, что талантливый человек просто талантлив во всем, поэтому у меня это все получается, и я все-таки проанализировала и поняла, что все не так просто. Эти навыки, которые я получила на актерских, ну, в театралке, да, когда я как актриса работала, как режиссер, они невероятным образом помогли мне в жизни, в бизнесе реализовывать какие-то свои цели. И у меня получилось так соединить, интегрировать, потому что я проходила очень много интересных бизнес-тренингов, я обучалась у очень крутых специалистов, таких как Ицкак Петнусевич, да, я училась у Зеленина и так далее. Это очень крутые ребята, которые в своей области как раз достижения успеха, ну, они действительно топ для меня в Украине, может быть, даже в СНГ. И я, то те знания, которые у меня были, и те знания, которые я получала на протяжении всей жизни, я интегрировала вот в такой курс, который у меня сейчас появился, про достижение успеха. Давай мы пока о нем не будем рассказывать. Все, кто досмотрит до конца, у нас есть для вас кое-что очень важное, да, интересное. То, о чем на самом деле мы редко говорим публично, потому что, ну, вот Ира уже проговорила, это курс, который мы обычно закрываем по закрытым чатам, и сегодня мы о нем публично расскажем, поэтому стоит досмотреть и быть с нами до самого завершения прямого эфира. Супер, друзья, сегодня будет очень важно, я тоже не представился, меня зовут Алексей, я руководитель школы, сегодня я буду задавать вопросы, вы можете мне тоже помочь, если по ходу эфира у вас возникают какие-то вопросы или инсайты, пожалуйста, пишите, самые интересные вопросы я буду записывать и по ходу интегрировать их в наш диалог. Договорились? И, безусловно, будем благодарны за ваши реакции, поддержки, огонь, лайки, и это важно для того, чтобы мы были с вами на одной волне. Итак, вот мы с Ирой до начала общались, и вообще говорю, Ира, кому это будет интересно, кому это будет полезно в сегодняшний эфир, и мы пришли к тому, что это будет полезно всем, потому что тема важная, и как тем, кто ставил цели и достиг их, так и тем, кто ставил и по каким-то причинам не достигает их, так и тем, кто вообще не ставил, не умеет и хочет этому научиться. Поэтому, поэтому, давай начинать. Окей. Ир, вот вопрос. Почему так происходит, что мы ставим цели и не всегда их достигаем? Ну, начнем с того, что насколько это вам близко. Вот мне интересно, там поплюсуете, много целей ставите, которые вы в итоге не делаете, много дел, которые вы планируете, но не реализовываете. По плану плюсики будут, мне интересно. У нас немножко идет задержка. А, да? Хорошо, тогда я буду говорить про себя, да, я так буду честным. С чего все началось, я действительно когда-то, и по сей день у меня бывают такие моменты, когда ты что-то планируешь, а потом по факту ты подходишь к тому сроку, на который ты запланировал дело, и ты его не выполнил. И, конечно, всем интересно, почему так происходит. У меня есть ответ, и я думаю, что он один из самых таких важных, и на что мы не фокусируемся. То есть, это причина или мотивация, и если можно по-другому сказать, это реальный мотив, зачем мы это делаем, для чего это нам нужно. Я хотела бы сразу, чтобы вы разделяли такие понятия, как цель мотивирующая, потому что это важно, цель мотивирует. И есть дела. И дела не всегда нас мотивируют, потому что это дела, это дела. Их просто нужно выполнять, потому что их нужно выполнять. И тут есть интересная штука, да, мы говорим сейчас про цель, конкретно мы поставили не просто план дел, который мы не выполнили, а конкретно вот я поставил целый, почему-то ее не достигаю, ничего для этого не делаем. Есть три пункта, все причины у нас в страхах. Мы почему-то боимся это делать, и боимся просто. Либо мы боимся страх неудачи, либо мы боимся какого-то осуждения. В любом случае, страх в какой-то степени будет вас останавливать перед тем, как двигаться к своей цели. И очень важный момент. Зачастую мы не реализуем свои цели по одной простой причине, что цели не наши. Да, такое бывает. Цели не наши, и вы их на самом деле не хотите, у вас низкая мотивация для достижения этой цели. Каким образом проверить, моя ли не моя цель, есть крутые техники. Да, вот я только хотел спросить, а как понять? Подвигайся ко мне ближе, чтобы тебя видели во всей красе. А как все-таки понять, моя цель или не моя цель? Я задаю ряд вопросов. На самом деле, есть классная техника, мы ее используем на курсе. Мы прям бурим очень-очень-очень глубоко в поисках причины или зерна, как я это называю. Потому что, когда ты найдешь причину, у тебя все начинает само по себе решаться. Потому что вот этого маленькой иголки в стоге сена не хватает для того, чтобы ты поняла, что на самом деле тебя мотивирует, и что тебе нужно для того, чтобы идти к своим целям. И очень важно задавать просто себе вопросы. А зачем мне это нужно? А мне ли это нужно? А почему для меня это важно? А что будет, если я этого не сделаю? А что должно произойти, если я это сделаю? И вот даже задавая элементарно такие вопросы себе, вы уже можете где-то почувствовать, так подстойте, это же не я хочу, это от меня хотят. Кто хочет? Зачем это нужно? И таким образом вы можете немножко почистить те цели, которые на самом деле не ваши, они вас не мотивируют. Я уверена, что когда вы ставите цель, которая действительно ваша, у вас есть даже критерий уже на телесном уровне. Это мандраж. Это невероятный момент, не могу спать, есть ни о чем думать. Я этого хочу настолько, что просто не могу сидеть на месте. У вас появляется прилив энергии, вы хотите действительно двигаться, что-то делать. Тогда для меня четко понятно, это цель ваша. И достаточно получить какие-то инструменты для того, чтобы раз-два и вы достигли ее. Ир, мы сейчас говорим о цели за какой период? Или вообще не имеет значения период? Мы говорим про цель на неделю, на месяц, на год, на пять, на десять лет? Смотри, это очень классный вопрос, потому что когда мы ставим мега цель на несколько лет вперед, мы немножко сдуваемся. Это, наверное, кому-то знакомая история. Как говорят, есть слона целиком тяжело, его нужно дробить на меленькие кусочки. Есть еще такое понятие, как энергия, которая нам необходима для того, чтобы достигать цели. И зачастую мы не делаем какие-то дела, потому что просто не хватает энергии жизненной. Где мы черпаем эту энергию? Мы ее черпаем по-разному. Кто-то от людей хороших, кто-то слушает мотивирующую музыку, кто-то для него важно выспаться, и у него появляется энергия. Но я точно знаю, абсолютно любого человека мотивируют победы. Победа – это такой вот момент допинга для себя, чтобы когда вы ощущаете вкус победы, у вас появляется дополнительная энергия для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому я рекомендую, когда у вас большая цель, дробить ее на мелкие задачи, ведущие к этой цели. И еще очень здорово, я вот вначале сказала по поводу того, что есть мотивирующие цели, и зачастую для того, чтобы дойти до этой мега цели, нам нужно делать очень много немотивирующих дел. Когда я говорил, есть дела, а есть цели, которые действительно мотивируют. Да, вот как быть? Дел много бывает, и часто это какие-то рутинные дела, например, позвонить туда, сходить туда, сделайте это, купите это, ну какие-то там, оплатить, встретиться. И этих дел очень много, иногда ты в них просто загребаешься, барахтаешься, и это никак не приближает тебя к твоей цели. Что вот в таком случае? У меня есть такая методика, я ее очень использую, она мне здорово помогает, потому что у меня, как и у всех, есть вещи, которые я не люблю, но мне приходится их делать. Их мало, слава Богу, но тем не менее они существуют. Я дела, которые мне не очень нравятся, я их соединяю со своей целью. И именно в этом моменте соединения, я делаю эти дела спокойно, потому что цель меня мотивирует. Например, вот на самом бытовом примере, я могу вам рассказать, и вы можете где-то откликнется и у вас. Допустим, не очень мне доставляют удовольствие, для дела по дому, например, такое дело, как убрать шкафу, или навести какой-то порядок в своих вещах, разгребсти какой-нибудь складик в кладовочке и так далее. Ты это не любишь, но это дело, которое действительно очень важно, и очень хочется жить в комфорте. Я делаю следующим образом. Когда я готовлю проекты, а проекты, моя работа, меня вдохновляет больше всего. Я готовлю проекты, какие-то невероятные встречи с прекрасными людьми, я готовлю какой-то интересный новый курс, например, или мастер-класс. Я соединяю вот это дело убрать шкафу с реализацией моего проекта. Каким образом? Мне очень нужно спланировать, все по полочкам разложить, чтобы это было очень эффективно, круто, интересно. И это этап создания какого-нибудь моего проекта. И я себе соединяю. То есть подготовительный этап, да? Я работаю с проектом для того, чтобы у меня все стало на свои места, как пазлы. Должна убрать в шкафу. И убирая в шкафу, я убираю себя немного как бы в голове, раскладывая это все по местам. Я для себя это соединяю, выполняю эту работу. Я очень замотивирована. В этот момент я думаю о проекте. Я визуализирую себе, что закончить работу с уборкой в шкафу, я обязательно приду к какой-то грандиозной идее, которая придет ко мне в правом проекте. И когда это происходит, то есть физически я убираю в шкафу, а по факту действительно у меня налаживаются какие-то процессы в голове. И когда заканчиваешь работу, ты получаешь невероятное удовольствие. Потому что ты видишь плод своей работы. И действительно, как закон, у меня происходит такой инсайт какой-то крутой. Вот так круто у меня все разложилось. Я выполнила две работы одновременно. Одна меня сильно мотивирует, а вторая просто дело. Вот так я делаю. Мне это помогает. И вам этого тоже желаю. Кстати, я недавно убирал у себя в шкафу и тоже ставил себя на этой мысли, что там вещи, когда они беспорядочно лежат, и когда я их начинаю сортировать, это можно провести такую параллель, как огромный список задач, которые нужно разложить по ответственным или по своим зонам ответственности. И тогда наводится порядок, все проясняется, и становится легче даже дышать. Класс. Еще, например, как пример, где мы ищем мотивацию, энергию для реализации своих целей, меня мотивируют, например, мечты. Очень сильно мотивируют мечты. Я люблю мечтать, и многие мои мечты превратились в цели, а цели уже в реальность, и это круто, потому что от мечтателя меня отвечает маленький пунктик, я беру и делаю. И поэтому они реализовываются. Я, например, когда мою посуду, я мечтаю. И самые, это честно, самые грандиозные, невероятные идеи в мою голову приходили во время мытья посуды. Слушай, у меня там осталось немножко нему этой посуды. Есть пару идей. У меня для тебя есть пару гениальных идей. Приходи. Да. Хорошо, класс, супер. Ну, вот ты сказала, что учитывая, что у нас тема, как за последний месяц успеть больше, чем за весь 2019 год, мы разбираем как раз причины, почему мы чего-то не добиваемся. Ты сказала, что первая причина – это страх, ну, потому что что-то нас останавливает, потом это не наша цель, то есть мы что-то делаем, навеянное извне, или может быть мы на кого-то посмотрели, как бы тоже захотели, но, воинственно, это не наша цель. Да, и есть еще какие-то причины, вот что нас останавливает, и что он не позволяет нам сделать... Я думаю, что единственная причина – это слабая мотивация однозначная, и у меня есть четкие критерии. Если мотивация слабая, подумайте, можете ли вы ее повысить, если вы не можете ее повысить, значит цель не ваша, меняйте цель. И очень важный момент работы с мотивацией, потому что все, что я не успеваю, у меня нет энергии, у меня нет времени, это все действительно поиски причин не делать, и абсолютно нет возможности увидеть способы реализовать. Стеряется фокус. Да, я скажу вам проще, если вы действительно чего-то хотите, вы действительно это делаете, для этого вам не нужны даже какие-то спец супер, не знаю, инструменты, если вы хотя бы один раз в жизни сильно хотели кофе, пошли и сделали себе кофе, и выпили это кофе. У вас есть классная стратегия достижения успеха, просто нужно сильно хотеть. Самый замотивированный человек на планете, вы знаете, да, это человек, который хочет в туалет. Смешно, но это правда. Никто не скажет, мне было лень, или я постеснялся спросить, или у меня энергии не хватило, для того, чтобы... Мне было страшно открыть дверь. И вот как раз момент, если вы не хотите, задайтесь вопросом, вот я почему за бурение, за поиски причин. Что ты имеешь в виду бурение? Есть такая классная штука, вот, может, многие знакомы, есть колесо нашей жизни, есть много секторов, которые заполняют нашу реальность, нашу жизнь, и наши цели лежат в той или иной области. И когда мы определяем сектор, в который мы выбираем цель, я предлагаю бурить там очень глубоко, то есть мы рисуем пять, а может шесть колес, которые уходят вглубь, и именно благодаря этой технике вы находите причину, истинную причину, маленький шажок, маленький вообще шажок, который запустит механизм, маленький первый шаг, который важно найти, потому что когда у нас стоит какая-то цель, и мы не знаем, с чего начать, я всем рекомендую, вот сначала анализируйте, проходите через бурение, вот тогда у вас будет какой-то алгоритм, однозначно вы поймете, с чего начинать, и куда двигаться, и насколько эта цель ваша. И очень важно то, что сказали там, а допустим, у вас есть цель, и она уже ваша, и вы понимаете, что она вас максимально мотивирует, но почему-то каким-то образом происходит, что вы не находите время, или как-то у вас не складывается обстоятельство, чтобы реализовать ее. Я использую технику, это кри-анализ, либо KPI, да, вот многие говорят, в бизнесе это используется, но почему-то никто не использует это по отношению к себе. Когда вы можете планировать, используя эту технику, от совершенно маленьких шагов, ну, каждый день, эта система, до невероятно больших шагов, ведущих к вашей цели. Как это выглядит реально на практике, это выглядит и в какой-то степени не обман своей линии, потому что мы немножко ленивые. Я говорила, маленькие шаги не так нас пугают, как они невероятные там цели огромные. Ну, например, мы все прекрасно знаем, что если вы занимаетесь спортом, да, тело будет в порядке, кто занимается спортом. И вот с этого все начинается. Если я себе говорю, три раза в день присесть, три раза, и если я буду делать это каждый день, поверьте, я через год все-таки приведу себя в порядок, где-то плюс-минус. Но когда ты начнешь это делать, ты сделаешь это пять и десять. Ну да, вот этот момент первого шага. Поэтому я рекомендую всегда делайте планирование по минимальным каким-то критериям. То есть я видела, и это самая распространенная ошибка, когда ребята говорят, все, через неделю по-любому сделаю. Приходят и не сделал вообще. Люди, которые говорят, ну не знаю, каждый день по одной страничечке почитаю, и может быть как-то. И человек действительно по одной странице за месяц прочитал книгу, а этот даже не начал. Почему это происходит? В первом случае, когда даже не начал, потому что побоялся, ну книжка-то толстая, и он не двигается к цели вообще, но договорившись с собой, что ты хотя бы одну страницу в день, каждый день читаешь, ты рано или поздно дочитаешь эту книгу до конца. Это 100%. И при этом, первое, сделать первый шаг, ну когда ты прочитаешь одну страницу, я думаю, что там будет и пять, и десять, а может и больше. И ты движешься к своей цели однозначно. И это маленькие победы. Как ты себя чувствуешь, если ты взял обязательство прочитать книгу за неделю и не прочитал ни одной страницы? Плохо. И это не победа, это не ресурсное состояние. Ты чувствуешь подавленность и начинаешь придумывать, да блин, да нам может и не очень не надо, а может быть даже и не моя, а может быть даже не интересно. Но если ты сказал, каждый день одна страница, и каждый день ты по одной странице прочитал, как ты себя чувствуешь? Да я красава, а если две, прикинь? Ты вообще молодец. А мы говорили, что победы мотивируют. И когда вы делаете эти маленькие победы, которые вас мотивируют, у вас появляется очень много энергии дойти до конца и получить эти невероятные бонусы в финале. Супер. Супер. Важная очень мысль. Действительно, друзья, если вы в теме, если вам заходит то, что говорит Ира, поставьте, пожалуйста, плюсик. Мы двигаемся дальше. Еще вот я тоже, пока ты рассказывал, думал о причинах, почему же все-таки мы иногда ставим цели, их не достигаем. Я думаю, что одна из причин тоже заложена в такое, если так копнуть, то нас никогда этому не учили. И не каждый взрослый человек отдает себе отчет в том, что всему можно научиться. Ну то есть, как бы если я не умею ставить цели, этому можно научиться. И оказывается, я просто когда начинал изучать тему постановки целей, оказывается, есть действительно пошаговые механизмы достижения целей. То есть, это уже оно прописано, это есть, этим пользуются сотни, тысячи, может быть, миллионы людей, и просто нужно где-то получить вот эти вот знания и начать применять это в жизни. Я думаю, что каждый из нас, взрослый, здравомыслящий человек, понимает, что если мы получим вот эти вот золотые ключи, эти инструменты, то мы сможем достичь просто невероятных высот. Меня интересует вот что. Как ты, вот Ирина Полюшева, занимаешься постановкой целей, и вот ты говорила про то, чтобы начать хотя бы с одного, ну там одну страничку прочитать. Вот что ты используешь для этого? Мне интересно, ты как-то садишься в кресло, берешь бокал чая горячего, имбирного, обматываешься шарфами, начинаешь думать, мечтать как-то, или как это происходит? Расскажи, пожалуйста. Ну, первое, я уже говорила, что у меня есть вот этот маленький индикатор, когда я пробую, я ищу, потому что наступают иногда моменты, когда ты идешь к какой-то мега цели своей, в рутине немножко можешь потеряться, и поставить как раз мелкие цели, наверное, сложнее, чем крупные, это 100%. Для меня есть индикатор вот этого отклика внутреннего. У меня прям подрывает, я чувствую какую-то энергию, и если я точно понимаю, вот, я этого хочу, я конкретно этого хочу, я действительно, у меня есть другая методика, помимо того, что я это делаю, каждый шаг, каждый день, хотя бы по чуть-чуть на пути к своей цели, я провожу это обязательно в рамках времени, я определяю, когда это должно произойти, я беру контролеров, которые должны немножечко меня подталкивать, я беру обязательства, я считаю, что это тоже двигатель очень крутой, то есть, когда я обещаю, что я это сделаю, мне нет вариантов не сделать. Я работаю с этим, потому что я считаю, что, ну, все, что можно не сделать, мы не сделаем. О, это да, это есть такая же фаза. И это важно, и я стараюсь максимально, я люблю такую технику, называется невозможность не делать, невозможность не действовать в принципе, я сжигаю корабли. Если я точно знаю, ну, сначала я проверяю, насколько это моя цель, если я точно знаю, что я этого хочу очень сильно, для меня это очень важно, и это в соответствии с моими какими-то очень там серьезными убеждениями, я знаю точно, что это мне нужно, и я сжигаю корабли. Я ставлю себя в условии невозможности не действовать. Как это действует? Например, ну, там я, помнишь, рассказывала историю, как я попала на фестиваль, когда я подписала заявку на участие в фестивале, при этом у меня нет ничего, но заявка уже в руках. И есть некий план, да, уже что делаешь и как решаешь. И у меня есть очень крутая техника, я делюсь этой техникой на своем курсе, я считаю, что она волшебная. А когда я понимаю, чего я хочу, я представляю себе, что я этого уже достигла. Очень ярко, конкретно, я представляю этот день, этот момент, людей, себя, как будто я это все уже реализовала. И я могу выстроить диалог с человеком, да, лучший друг для меня, это я, лучший советчик, и это человек, который знает у меня лучше всего, все мои слабые и сильные стороны, абсолютно все про меня знает, и точно желает мне добра. Это я. И когда я представляю себе очень ярко, что я достигла этой цели, уже вот реально, представляю в подробностях, я просто задаю вопрос, Ир, скажи, пожалуйста, а как ты это сделала? И она мне очень по-честному отвечает. Она говорит, я начала с вот этого. И она мне проговаривает шаг за шагом, прям пункт за пунктом. Шаг за шагом. Она мне говорит, как она дошла туда, куда я так хочу. Моя задача просто записать. А какие еще вопросы ты задаешь? Ну вот спросите у себя, как ты это сделала? Какие еще вопросы? Ну, уточняющие, да, потому что, ну, расшатать, разговорить нужно. Каким образом? С чего начинала? На что мне обратить внимание? Где опасность? В чем мои сильные стороны? Где подстелить соломки? Какие у меня есть ресурсы? Что мне нужно еще? Чего мне не хватает? И на эти вопросы вот реально отвечает. Это настолько круто, поверьте, это невероятно и волшебно. Остается только записать этот план и по-честному начать выполнять, когда ты используешь эту систему, хотя бы вот кри-анализа, да, когда я говорю, вот, вот это сделаю на пути к этой цели. Реально могу сделать чуть больше. А идеально вообще шагануть, там, сделать невероятные вещи. При этом будьте осторожны, потому что у вас есть еще другие сферы жизни, которые ни в коем случае не должны пострадать, когда вы движетесь к своим невероятным целям. Поэтому это важно, чтобы вы не бросили все абсолютно и пошагали, сломя голову, там, покорять мир, да. Вы помните, что у вас есть другие сектора, поэтому круг жизни, который мы анализируем и бурим, он очень важен, держать в фокусе, чтобы каждая сфера вашей жизни абсолютно параллельно развивалась, потому что колесо может двигаться на скорости, только когда оно круглое. Слушай, супер, это, это очень важно, особенно насчет визуализации, друзья. Я знаю просто, я сам иногда, когда смотрю какие-то эфиры или когда смотрю какие-то видео, думая, ну да, 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 это прикольно, это когда-то я сделаю и сам откладываю это на потом. Давайте мы прервем эту, если вы тоже, вот как я, слушаете и думаете, да, это прикольно, я когда-то надо это будет попробовать, давайте вот прямо сейчас подумайте о своей цели, о том, где вы хотите, где вы хотите оказаться, например, через год. То есть попробуйте визуализировать это, попробуйте представить себя, достигшего, что вы ощущаете, какие вы эмоции испытываете и задайте себе вопрос, как это у вас получилось. Я вам скажу больше, если, ну вот сейчас, вот когда я веду курс, я удивилась сначала, а потом поняла, что это какая-то боль нашего времени, на самом деле. Ребята приходят без цели, и это проблема, цель поставить цель. Нас только запутались и не понимают, чего хочется по-настоящему, да, моя ли цель, а если у меня цель вообще, вроде как все ок. Это немножко такая вот проблема, на самом деле, я хочу сказать, что, ну, первое, вы не одиноки, потому что это такая, наверное, тенденция сегодняшнего времени, мы в таком ритме живем, что где-то теряемся. Я вам рекомендую сделать это упражнение, отвечая на вопрос, не день, когда я достигла этого, ответьте на вопрос, маленький, есть простой вопрос, как будет выглядеть ваш самый счастливый день. И поверьте, вы найдете там свои невероятные, вдохновляющие, крутые, сношебательные, эгоистичные ваши невероятные цели. Мой самый счастливый день, какой он, опишите его, и вы поймете, где лежат мелкие, крупные, невероятные цели, и помните, что только вы, и только вы, и только вы решаете, какие цели могут жить в вашей голове, и что вы реализовываете, и что делает вас по-настоящему счастливыми. И пусть это отличается от всех вокруг, пусть это будет вне шаблона, вне стандарта, но только вы понимаете, что по-настоящему делает вас счастливыми. А это цель номер один для всех. Будьте счастливы. Слушай, очень классно, прям можно было бы на этом закончить, но нет, но нет. Это очень хороший лайфхак, классный. Ир, я вот о чем подумал, я на самом деле как раз был пару дней назад в таком замешательстве, я не знал вообще чего я хочу, куда идти, и начал искать, и по-моему, я нашел свою цель на пять лет, я ее записал, меня она очень зажигает, я нашел, как это будет выглядеть, то, чего я хочу, и планирую вот с понедельника об этом еще заявить публично, написать в фейсбуке, и начать рассказывать об этом, думать ежедневно. Но я вот понимаю, что могу слишком утопиться в этой цели, потому что это конкретно цель по работе, по бизнесу, по развитию. Ты говорила про некое бурение и про круги, и про некие сектора нашей жизни. Да. Мы сейчас в рамках эфира вряд ли успеем глубоко погрузиться в эту тему, но могла бы ты озвучить, пожалуйста, какие есть, вот по твоей системе, как ты работаешь, какие есть сектора этого круга? Смотри, однозначно есть... Приготовьте ручки, записывайте. И правильно ли я понимаю, что каждому из этих секторов нужно поставить цель для того, чтобы гармонично развиваться и двигаться? Ты можешь ставить цель в одном секторе, но ты должен обязательно оценить... Помнить об этом. Нет, смотрите, и помнить, и оценить, в принципе, насколько этот сектор заполнен, потому что бывают сектора, где у тебя уже на 100% все ок. И держать это в фокусе, чтобы там ни в коем случае не пострадал этот сектор, потому что, когда вы будете отдельно бурить такое колесо по цели, вы увидите, какие сектора начнут страдать, потому что это невозможно, да, сделать так, как я и говорю, одной попой на все стулья, но можно лавировать, потому что ты реально понимаешь, что здесь чуть-чуть я возьму 5% отсюда, да, сюда, но в общей сложности колесо будет круглым, в общей сложности колесо должно быть круглым. Очень плохо для вас, когда вы на 100% погружаетесь в один сектор и вообще теряете все остальные. Разбивается колесо. Какие сектора есть и на что я обращаю внимание? Давайте, да, я его назову. Такой сектор как призвание. Призвание. Что это такое? Это то, где вы реализовываете себя в профессиональном плане. Это ваш бизнес, работа, это то, как вы реализовываетесь именно в профессиональном плане. Есть такой сектор, который называется обеспеченность. И это не просто ваши доходы, это ваши доходы минус ваши расходы, потому что можно быть миллионером в кредите. Да, это когда, например, я точно знаю, что я зарабатываю много, но при этом живу на съемной квартире. Да, это нужно учитывать. Это условия жизни, в которых вы живете. Сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите. Есть такой сектор, как здоровье. Ребята, не обесценивайте его, это важно, потому что в секторе здоровья это ваша энергия, ваш внешний вид, ваша физическая форма, самочувствие и так далее лежит там. И если там есть проблемы, то вам не хватит энергии ни на какие цели. Поэтому тут очень важно обеспечить себе максимально крутое здоровье для того, чтобы вы могли достигать большие цели. есть такой сектор, как отношения. Здесь семья, либо отношения, если нет семьи. И он очень важен тоже, потому что, если у вас, знаете, есть крутая цель, но при этом я понимаю, что я целыми днями думаю о человеке, а не о своей цели, потому что там есть проблемы. И пока вы их не решите, тяжело двигаться дальше. Поэтому этот сектор тоже держать во внимании. И есть такой сектор, как ваше окружение, это уже не отношения, не семья, это ваше окружение, это ваши сотрудники, друзья, соседи по площадке, не забывайте про них. Район, в котором вы живете, вы с этими людьми встречаетесь каждый день. И нужно проанализировать, насколько ваше окружение соответствует тому баллу, который вы хотите поставить. Естественно, баллы вы ставите субъективно, насколько я оцениваю этот сектор своей жизни. И чего мне не хватает для того, чтобы было 100. Там появятся вот эти моменты, шаги, планы, когда вы сможете что-то реализовывать. Есть очень важный сектор, который называется развитие. Это обучение, это в принципе то, как вы развиваетесь, это и книги, которые вы читаете по развитию, и тренинги, и обучение. И абсолютно все, что касаемо вашего развития, находится в этом секторе. Есть сектор, который называется яркость жизни. Это ваше хобби, это ваш отдых. И насколько вы отдыхаете, умеете ли вы отдыхать, и насколько качественно вы отдыхаете, и как часто вы отдыхаете, и насколько ваша жизнь яркая, позволяете ли вы себе прыгать с парашютом, ездить, не знаю, на лыжах и делать невероятные вещи, которые вас вдохновляют, и при этом это действительно яркость жизни. И есть очень важный сектор, важный, может, не важный, ну, все по-разному на него реагируют, но для меня он важный. Это сектор духовности. Это всё, что касается творчества, искусства, это всё, что касается нематериальных вещей. Это вера, и не всегда мы говорим, что духовность, это не значит, вы ходите или вы ходите в церковь, это всё зависит, насколько для вас это важно. Сектор духовности, это как часто вы читаете просто художественную литературу, а не какие-то... А это не развитие разве? Нет. Нет? Книжки по развитию, прочитать по каким-то личным достижениям, какая-то офигенная бизнес-процесса, это развитие. Духовность, это как раз прочитать книжку художественную и пустить немножко другую энергию внутри себя, да потому что читать художественную литературу, это очень круто, это развивать как раз свою наполненность какую-то. Это искусство, это сходить в театр, это всё, что не является материальными вещами. Это пройтись в парке и просто посмотреть, какие красивые листья. Это посидеть и посмотреть на невероятную воду и помедитировать, или подумать, помечтать. Это об этом. Как много и как... ну достаточно ли вы позволяете себе в жизни именно развивать себя в этом плане? Класс. Слушай, ну это очень здорово, я на самом деле себе записал. Про некоторые я даже вообще не догадывался. И у меня по моей системе, как я живу, как я мыслю, у меня их всего четыре этих сферы. Это... ну и всё касается отношения. Отношения с телом, ну то есть это здоровье, отношения с душой, это как раз вот развитие. Отношения с близкими, это семья и там друзья. И отношения с неблизкими, это собственно говоря бизнес, да. Потому что для того, чтобы достичь успеха, нужно порадовать людей, которых ты вообще не знаешь. И они тебе за это дадут свою благодарность в виде денег. Вот. Но на самом деле я думаю, что я расширю свои... А это правда, что ты идёшь ко мне на курсы? Да. Мне так же скажешь, что Лёша идёт ко мне на курсы. Да, да, да. Я очень понимаю важную мысль, что тот уровень мышления, который у нас сейчас есть, не приведёт нас к тому, где мы хотим оказаться. Ну то есть для того, чтобы поднять, как этот барон Мюнхгаузен, поднять себя, как он говорил, я не помню наизусть, но может кто-то вспомнит, напишите, что каждый взрослый человек... Хотя бы раз в жизни должен поднять себя за волосы из воды. Да, да, да. Вот. Поэтому я понимаю, что самому барахтаться можно долго, можно читать разные книги, можно смотреть видео, это заряжает, но наиболее высокая скорость развития, это когда есть наставник, когда есть группа единомышленников, поддержка, люди, которые тебя тянут за собой. И вот поэтому, да, я поставил себе очень серьёзную цель, и я планирую прийти к тебе. А как я и говорил в начале, у нас есть кое-что очень важное, это вот как раз информация из первых уст, потому что обычно мы, как я и говорил, даже об этом публично не заявляем, об Иронном курсе, об этих занятиях, потому что они закрываются через чаты, через знакомства. Но вот сегодня мы расскажем, расскажи, пожалуйста, как происходит занятие на твоём курсе, вообще в двух словах у самого курса по личной эффективности, что используется, какие методы, какие системы, и как... Мне даже важнее, я думаю, что тем, кто нас смотрит, даже прочувствовать эту атмосферу. Вот в какой атмосфере это происходит? Я люблю... Во-первых, я очень люблю свой курс, это сто процентов, и я хочу сказать, что на курсе происходит волшебство. 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 Точно может. Да, потому что, ну, первое, очень круто, что мы работаем прям в команде, очень замечательные ребята приходят ставить цели, дают обратную связь. Мы учимся не только... Ну, если вообще совсем в одно предложение люблю говорить о своём курсе, мы действительно пишем сценарий. Мы каждый пишем сценарий и пытаемся, и делаем, и тренируем себя как режиссёра для того, чтобы поставить постановку, прям срежиссировать свою собственную жизнь и сыграть в этом спектакле главную роль. Это об этом курсе. Но ещё очень важный момент, и это важно на этом курсе, когда мы выходим из аквариума и начинаем видеть других ребят, другие цели, другие сценарии. Мы помогаем друг другу улучшить эти позиции, когда мы лучше начинаем считывать информацию, что мы транслируем, какие мы. Мы настолько вот в группе... Вы не представляете, насколько здорово, мы за 2-3 занятия, мы настолько родные уже все. Мы про друг друга знаем, по-моему, больше, чем все вместе взятые про нас когда-то в этой жизни знали, потому что он очень сильно раскрывает, он очень глубинный, потому что мы бурим, мы достаём какие-то очень интересные, очень глубокие вещи, которые были спрятаны давно. Весь курс на первой ступени, у меня есть 2 ступени, первая и вторая, вот сейчас как раз ребята на второй ступени без меня там работают. Я сейчас вернусь к ним, уже где-то у двери ближе, видишь, двигаюсь. На первой ступени ключевым таким лейтмотивом, красной нитью, это работа с убеждениями. Это работа с убеждениями, которые нам либо помогают, либо мешают. И самое сложное, это найти их. То есть я реально понимаю, что у меня есть цель, у меня всё прекрасно, я хочу, у меня мотивация, почему не делаю? И вот как найти вот эту вот иголку с тоги с сеном, мы где-то, наверное, треть курса, мы действительно роем, ищем те убеждения, которые у вас работают, и мы усиливаем позиции этих убеждений так, чтобы вы вообще не сомневались, и это прям как завело вас, да, вот идти к цели. То есть действительно изменить своё мышление, правильно? Да, поменять мышление. И найти те убеждения, которые как стоп-кран, просто дзюх, и останавливать на каком-то повороте, на каком-то, даже не начиная двигаться, потому что что-то мешает. Мы находим эти убеждения, начинаем просто жесточайшим образом билить все эти ножки, убирать эти убеждения и ставить новые. И таким образом запускаем какой-то механизм, и ребята действительно приходят с крутыми кейсами по факту, они меняют жизнь, работу, достигают цели. Вот у меня самый крутой кейс – это Юля, она поменяла за месяц работы и купила квартиру, и это правда. А Юля поменяла работу? Да, за один месяц. Поменяла работу на более высокооплачиваемую и купила квартиру. Это было, на её взгляд, нереальным и невозможным момент, когда она приходила на курсы, и это стало совершенно уже реальностью в рамках курса, это круто. Поэтому вот если в двух словах, это вот как написать сценарий и сделать так, чтобы ничего не мешало достигать. Я ещё слышал, что у тебя там царят разные эмоции, от слёз до дичайших криков. Бывает, да? Да. А почему такие эмоции рождаются, почему так происходит? Ну, во-первых, это разные реакции, у всех разные реакции на то, что когда ты находишь то причину – зерно. И это не может оставить тебя равнодушным, потому что зачастую это зерно настолько простое, элементарное, что хочется кричать, топать ногами и кричать, блин, если бы я знала этого раньше. Ну, блин, это реально элементарно, вообще элементарно. А я столько лет ходил по кругу и не мог сделать первый шаг только потому, что вот это мне мешало. И мы находим, и это происходит такой дзен, и всё, и понеслась вообще-то круто. Иногда мы находим вещи, которые мы не хотим находить. Это правда. Мы не хотим находить, но мы находим и приходится, прям приходится себе признаться, что ты всё это время убегал от правды, зная её, но ты просто от неё убегаешь. И здесь совсем другая будет эмоция. Иногда это какие-то слёзы счастья, потому что это круто. Потому что мы работаем с таким материями, я говорила, это волшебство. И когда ты работаешь на уровне убеждений, ценностей, это не может тебя не трогать. Это трогает, и мы плачем вместе со своими участниками, когда мы делимся своими какими-то сокровенными вещами. И мы вместе плачем, мы вместе смеёмся, вместе радуемся, мы невероятная команда. И вообще там ещё такой крутой сюрприз, мы же в конце ещё идём в невероятное путешествие. Я не расскажу, куда, это вообще сюрприз-сюрпризов. После этого курса точно кажется, что можно всё, возможно, всё. Да, и это круто. Ну и самое главное, то, что ты проговорила, это не просто, потому что я сам посещал тренинги, там трёхдневные, когда тебя заряжают, прокачивают, у тебя глаза на вылет. Тебе кажется, я вообще сейчас вааа, ну на такой эйфории, но потом это быстро спадает. Что здесь круто, что у тебя 10 занятий, и шаг за шагом на протяжении месяца меняется мышление, это закрепляется, меняется убеждение, и потом просто ты начинаешь жить по-другому, мыслить по-другому. Друзья. Интересно, да, вот за убеждение обязательно важно сказать, потому что если что-то происходит в рамках убеждения, если там изменить, а это изменить по факту образ мышления, то как следствие у вас поменяется и поведение, и ваша речь, и то, как вы будете себя чувствовать, и как вы будете реализовывать, и ваши действия, и естественно, как следствие, ваши результаты, ваши победы. Поэтому работа с убеждениями, она дает длительный, очень долгосрочный результат, и не будет такого эффекта спада. То есть меня качат, пока мы работаем, да, и как только я ухожу, меня перестает вот это вот мотивировать. Нет, здесь перещелкнули, и это круто. И только опять же вы выбираете, что жить в вашей голове. Только вы. Друзья, кому это интересно, и кто действительно находит в этом ценность, потому что, ну, потому что придя сюда, вы не будете прежним. И это не какие-то пафосные слова, это реальность, и, ну, как бы, это отзывы наших учеников, это результаты наших учеников. Кому это интересно, у нас сейчас планируется в конце этого месяца две группы. Одна утренняя, вторая вечерняя. И на утреннюю еду я, может быть, даже будем вместе с вами в одной группе. Я считаю, что чем мощнее у нас соберется команда, тем мы будем более прорывные и непобедимые. Вот я смотрю на фейсбуке, написала Алена, Ира, это тебе, тебе тут писали комплименты, благодарности во время эфира, потом пересмотришь. Алена написала, что 5 лет, я 5 роков намагалась себе вытягти самостоятельно, мало не втопилась, а допомога взаимодействия с другими жизнями необходима. Ира, очень благодарна за твою допомогу, да, за допомогу группы. Я так понимаю, твоя... Алена, ты крутая, мы гордимся тобой, потому что это невероятно, ты такая умничка. Класс. Круто. Друзья, я вижу, здесь пошла обратная связь в инстаграме, в фейсбуке, я так понимаю, что в том числе смотрят твои выпускники Ир. И, ребят, а еще раз, кто хочет, как бы в новом году выйти на новый этап, на новую, вообще, на новое мышление. Не откладывайте на новый год, приходите ко мне на новый год. Для того, чтобы в новом году стартовать, а не только поставить цели себе, я приглашаю всех вас в конце этого месяца. За этот месяц мы с вами сделаем невозможное. И, ну, просто я точно иду, у меня очень серьезная цель, и я понимаю, что мне нужна команда и поддержка таких же целеустремленных людей, либо тех, кто хочет научиться это делать качественно. Поэтому на этой ноте мы будем заканчивать наш эфир. Спасибо всем огромное, кто дошел до завершения, кто был с нами на протяжении всего этого, всей этой встречи. Будем благодарны за вашу обратную связь. Мы ее прочитываем, мы ее пересматриваем, потому что она, обратная связь, это завтрак для чемпиона. Это 100%. Спасибо вам огромное, ребята. Обнимаю, целую всех, очень жду, и я буду рада с вами достигать. Еще раз всем спасибо, всем пока. Если есть какие-то новые эфиры, идеи эфиров, пишите, будем для вас проводить. Все, еще раз всем пока. Крутые. Спасибо большое. Так, мы отключаемся. И, одну секундочку, мы еще пока в эфире. Мы в эфире.